У супругов Юлии Владислава Трикоза на двоих 4 звезды на погонах, оба подполковники. Но в доме их всегда ждут другие звездочки. Дети. Победитель конкурса «Семья года-2022». Нашей семье уже почти 20 лет, вот уже столько лет мы вместе. Мы, в общем-то, старались детей развивать все время, причем давали им возможность попробовать себя в различных секциях. Всячески развивались в Центре творчества детей и молодежи. Я вообще стараюсь быть другом для детей. Не всегда получается, потому что иногда включаю родителя. И, естественно, они это сразу улавливают, им это не нравится. Я могу прийти и рассказать о своих переживаниях, могу пожаловаться, поплакать, так сказать, жилеткой. В принципе, родители говорят, как будет лучше. И в папе точно уверена, папа всегда говорит, что не надо, значит, не надо. Иногда мы просто в разговоре меняем тему и начинаем говорить в таких интересных вещах. И они так большими глазами на меня смотрят. Иногда бывает даже муж на меня так, ты что, будешь сейчас про это им рассказывать? Я говорю, да, буду рассказывать. Мы обсуждаем вопросы, которые у нас возникают в семейной нашей жизни и приходим к единому мнению. Мне, наверное, воспитание детей помогало в профессии. Поскольку, когда я в свое время работал в милиции, я смотрел на этих несовершеннолетних и понимал, что это, конечно же, чьи-то дети. Он сидит, плачет, он говорит, вы знаете, я дома никому не нужен. После этого начинаешь относиться к своим детям по-другому, начинаешь смотреть на них с другой стороны, задумываться, чем они живут, общаться. Больше всего, наверное, я люблю проводить время с папой. Мы вечером выбегаем из дома и бежим на ближайшую спортплощадку, как воркаут. И там занимаемся, подтягиваемся, отжимаемся. Он всегда прислушивается к папе. Очень много каких-то действий он делает, как папа. Супруга моя, она очень хороший, очень хороший человек. Это тоже очень много значит, которого я очень сильно люблю. Великолепная, любимая, самая лучшая. Я увидела его отношение ко мне настолько трепетное, настолько с любовью, что я поняла, что да, это мой человек. Трепетный, любящий, он просто прелесть. Двадцать лет назад ты женился бы на ней, я ей сейчас говорю. Я даже ей часто говорю, очень часто говорю, что Юнька, слава Богу, что мне Бог послал тебя. Любовь – это очень сложно. Это, наверное, какой-то такой симбиоз чувств. Это все вместе. Любовь – это когда, допустим, я утром проснулся, подошел к маме, обнялся, она мне пожелала удачи в школе. Я целый день чувствую себя хорошо, потому что она мне пожелала удачи, и это дает какой-то даже стимул. Правильная семья – это полная семья, безусловно. При этом отношения родителей должны быть трепетные. Нам предложила завуч в школе поучаствовать в конкурсе. Мы долго не думали как-то, да? Согласились сразу, да. Мы согласились, да. Но мы легкие на подъем, поэтому готовы были поддержать, и говорим, конечно же, согласны. Идея нашего социального проекта – в здоровом теле здоровый дух, здоровые дети – это здоровая нация. Не важно, сын или дочь будет профессором или нет, или каким-то ученым, или там еще кем-то. Главное, чтобы они были людьми. Друзья, любите Родину как маму, цените, ведь она дороже всех. Лишь с Родиной ты в мире что-то значишь, лишь с Родиной ты будешь человеком.